привет друзья меня зовут олег герт и иллюстратор и в этом видео я хочу рассказать и показать вам как я рисовал вот эту картинку это иллюстрация на заказ и и будут использовать в качестве постера для какого-то фильма если я правильно помню режиссер из бельгии он мне прислал трейлер своего фильма рассказал о чем он будет и я предложил несколько вариантов как может выглядеть его постер именно от режиссера не поступила задача нарисовать постер с такими узорами он посмотрел мои работы на бехансе ему понравились некоторые из них и он просил сделать нечто подобное погнали вот такой вариант эскиза мы в итоге согласовали для этой иллюстрации я тоже использовал свои кисти скачать их вы можете по ссылке в описании к этому видео либо сделать сами если хотите посмотрев видео на моем канале как делать кисти там все довольно четко и понятно и вот и начал рисовать эту иллюстрацию в отдельном слое я взял свою кисть и начал делать в один цвет как бы такую основу прорабатывая все все детали то есть а фон использовал я черный да и как бы кисть использует этот желтовато коричневый цвет я сделал скриншот будки собаки из трейлера этого фильма и обвел имя собаки до чтобы оно было точно так же как в фильме и далее начал рисовать скелет собаки для этого я нашел в интернете скелеты собаки собственно взял их качестве референса и начал уже рисовать нужную мне позу отталкиваясь от этих двух собак обязательно ищите несколько референсов не оставайтесь только на одном потому что он не даст вам полную картину а всего изображения я нашел порядка пяти-шести изображений но остановился на двух вот этих потому что они показались мне наиболее информативными до чтобы можно было нарисовать все что мне нужно там были и лапки и хвост и как бы элементы черепа и все в нужном мне ракурсе и как вы помните ластик у меня настроен на вот этой кнопочки стилуса что очень удобно позволяет сразу стирать в процессе рисования и не отвлекаться на нажатия клавиш кнопочки на планшете допустим поэтому это очень ускоряет процесс всей работы и далее начал прорабатывать детали моей иллюстрации я сделал диаметром и кисти немного меньше и начал добавлять уже там трещинки на будки на дереве какие-то элементы маленькие то есть сделать весь рисунок более детализированным затем начал рисовать растения вокруг этой будки как видите иногда беру повторяющиеся какие-то элементы и копирую их да но я всегда стараюсь изменить и чтобы это вот схожесть не бросалась в глаза и очень важно потому что если вы будете использовать какие-то одинаковые элементы там какие-то кустики травинки это всегда очень сильно видно поэтому не пылитесь немного измените хотя пару деталей пару наклонов листика это всегда сгладит это впечатление не будет видно что вы копировали что-то то есть вы заленились дальше по такому же принципу и начал срисовывать луну тоже нашел изображение интернете да и срисовал похожие какие-то элементы на моей луне и дальше началось самое нудное начал придумывать эти узоры которые обрамляют весь мой рисунок всю иллюстрацию это наверно заняло мне очень много времени потому что ты все время что-то рисуешь придумаешь порисовывать какую-то одну линию немножко не нравится на те стираешь смотришь как она взаимодействует с другими линии чтобы она композиционно не развалилась а была нужны под нужным углом расположены это все требует времени и напряженного внимания нарисование все иллюстрации в общей сложности у меня ушло порядка 14 часов разумеется рисовал то не за один раз и рисовал этому какими-то кусками после основной работы по вечерам наверное я бы не смог нарисовать за один раз все 14 часов сидя за этой иллюстрации это все-таки очень тяжело придумывать именно узоры у меня ушло очень много сил и после того как я придумал узоры я начал в другом слое в отдельном до прорисовывать их уже начисто конечно можно было идти узор и эскиз узора до которые придумал в том слое уже начать их рисовать более качественно более начисто но я решил подстраховаться еще сделать в отдельном слое как бы до дополнительно чтобы можно было процессе что-то изменить какой-то плавность и никуда где подправить потому что когда ты рисуешь придумаешь что-то доске чем таком виде очень много всяких мелких штрихов остается что стираешь быстро стараюсь что делать и потом довольно сложно это все будет почистить поэтому всегда проще в отдельном слое что-то сделать уже начисто давайте расскажу немного про что этот фильм этот фильм про добропорядочного такого гражданина который собственно в один из вечеров случайно сбивает собаку соседа и он вот сознание этого ужаса что он совершил начинает придумывать как избавиться от тушки этой собаки такая комедия на самом деле там с ним случаются разные заключения он попадает в разные ситуации они довольно смешные судя по трейлеру и в конце оказывается что это он сбил не собаку своего соседа он сбил какую-то чужую собаку и собака соседа прибежала откуда то есть она где-то гуляла и потом когда он уже совсем отчаялся она нашлась вот такая история не знаю когда нить увижу ее на экране или нет но трейлер довольно забавный далее поигрался немножко со шрифтами как это говорят да и начал придумывать как может выглядеть эта надпись поскольку у меня были референсы до от клиента который хотел чтобы это было в таком несколько готичном слегка стиле то я как бы шрифт предложил похоже я попробовал разные варианты букв до остановился вот на этих и потом по такому же принципу я в другом слое уже отрисовал их начисто и дальше самое интересное начал наносить тени на свою иллюстрацию то есть часто была такая плоская иллюстрация такая основа и сейчас я с помощью своей кисти опять-таки текстурная до нас таких нескольких точек и на плену можно настроена я начал наносить тени и дорабатывать какие-то мелкие мелкие детали не всегда очень нравится вот этот именно этап когда я рисую потому что все что до этого это такая подготовка до самого же рисования в рисовании каких-то объемов выразительности получается именно вот на этом этапе когда я наношу тени на вот эту вот основу я активно пользуюсь маской слоя если вы еще не видели у меня есть видео на канале именно про слои и как раз таки касаюсь темы маски для чего нужна и как ей пользоваться и вот этой своей текстурной кистью прохожу по всем всем слоям своей иллюстрации и добавляю именно подтенения какие-то как видите моя иллюстрация сейчас состоит всего из двух цветов это черный фон основа и такой светло-коричневый собственно то чем я рисовал используя всего одну свою текстурную кисть я уже делаю весь объем иллюстрация становится более какой-то выразительной и живой и поскольку все таки у меня нет ограничений на использование как определенным количеством цветов я здесь добавлю еще большей выразительности добавлю еще более светлого оттенка чтобы выделить какие-то основные элементы в моей иллюстрации такие как допустим название фильма да разумеется она должна очень бросаться в глаза а все вот эти вот узоры которые вокруг да и остальные детали их можно несколько приглушить то есть сделать более затемненными и разумеется скелет собаки какие-то детали еще на будке на траве и тому подобное и для рисования таких вот бликов до осветленных участков я опять-таки использую свою текстурную кисть ну что ж друзья вот такая у меня получилась иллюстрация как видите добавил еще один цвет мне показалось что я сделал иллюстрацию более контрастные более выразительные более стильные что ли если у вас остались какие-то вопросы то смело задавайте их в комментариях тогда не забудьте поставить лайк если вам понравилось это видео не забывайте подписаться на канал что ж комментарии лайки туда и не всем пока увидимся